мы тогда прыгнули хера только прыгнули в эту гадость может те что не то вижу нет я вижу просто шаг и вниз участие перебороть да изменить какой-то алгоритм он не так воздействовал а нужно было доказать что воздействие по-другому возможно он все рассказал переводил с одного как ванигиляции в фильме одно на другое дело из существующего потому что одно новое надеюсь это последовало спроси всеми ворой там каким боком связан проектов проект в чем проект включается зачем это как нирвана только не хорошая нирвана как курс 2 часов сна это нирвана так что не хочу не хочу все расхерачиваю часть нового организма не . где-то еще я что-то от другого беру в общем вот все сознания нет сознания одна большая глобальная да он по всем как росла знаешь там внизу он просто по всей планете там внизу растекается просто вот прыг и нужно было надеть какое-то приспособление это не руки-крылья это не люди-птицы подобные там большие каньоны вот эти между ними расстояние большое просто плотная планета как уничтожена немножко атмосфера была и перелетать было проще чем строить мосты это был такой как машины просто но такой способ передвижения был просто вот на плечи надевалась что-то это не люди но не крылья руки человеческие просто как вот надеваешь вот как белка летяга наш чух открыл и полетел и просто ничего не надеть просто 50 она зациклена она по всей планете вот как именно как между этими большими участками земли вот так на дно вот где это прорези эти полностью все туда рукав туда рукав туда лабиринт такой полностью лабиринт там не знаю куда он дальше вся планета ты прошел круг и обратно по новому кругу повернул в другой и обратно пошел по кругу ну то есть там нету конца этому и и нет никаких ориентиров просто не а что опираться все работают все даже если рассоединено но он встраивает и это организм и это разум это не квантовый это как живое существо так естественно такое было проще тишет возможности вытаскивать и встраивать в себя вот оно что надо было улучшение что угодно можно встроить знаешь знаешь как это если оторвать от этого облака кусочек у него связь с целым обрак облаком остается и каждая часть и вот этот весь туманчик это одно целое сознание это не раевое потому что это вообще одно одно целое полностью одну и если ты берешь от него кусочек он все равно остается одним сознанием сейчас частично это имеет сейчас нужно повторить вот этот проект разрушили но вы уже забрали себе свойство сейчас нужно здесь вспомнить что мы сделали там тогда и вытащить сейчас это добить этих пацанов вот это свойство роя там уже роевого ничего нет это просто вот это осталось единственное что держит медуза нет медуза нет спрута нет шариков нет королевы нет красно-черного нет вот это вот осталось нет освости этого облака от решения ушло вообще мы туда одно осталось даряли тоже попытку самоубиться тоже уже почти остановили на поверхности радиации было поэтому люди жили ниже если какое-то время летали вот им нужно было способ коммуникации передвижения это было не длительная она постоянно они вот туда прятались да радиация там сильный радиации радиационный фон был деревья очень большие мишки как на чернобыле просто вот тут растут скорее второй как-то расхерачил эту планету длительный проект для роя слишком длительный может эта планета была раньше уничтожена а он просто да да они что-то сделали они могли поселить людей туда смотри спрашиваю там это сознание было и вот туда подсоединили людей чтобы с помощью этого сознания людей силы людей в себя вписывать в это большое сознание люди добровольно отдавали они отказывались от всего они оставались как биороботы вот то что у нас хотят сделать без чувств без эмоций абсолютно без ничего ровный человек и животное по большому счету или даже животное имеет какие-то эмоции да там даже не животное просто робот просто функции выполнять физиологические без ничего блин как в фильме дарящий слушай дающий да люди от всего отказывается они были в этом сознании как два призрака кто да какие-то вот одноглазые одноглазые части этого сознания они берут тебя и определяют что куда вновь поступающих растаскивают зачастую я поняла не я их расхреначу чувствую что все вывести на уровень сознания потому что это было не сон это было воспоминание потому что мы вчера подковырнули немножко я начала эту планету рассматривать и оно тебе пошло да мы потому и расковырнули что тебе пошло раньше не говорят реактор потух почему потух да она умирала это планет на люди там жили либо это сознание я вообще там животного мира не вижу они сейчас просматривают знаешь как кубиками кубиками ничего нет и людей там как остатков даже не было они просматривают потому что любые люди оставляют какие-то следы они говорят не видно ничего ничего просто каких-то пещерах гамаках в чем-то жили все кто любили себя когда их как-то от калибровали это было третье поколение людей на этой планете как и здесь у нас расхерачивались и уничтожили третье поколение людей которые не имела раньше память они не помнили что было раньше вот это вот из третьего поколения начиналась их не история неинтересно те они душа брали откуда они их этих людей где они их наловили они все одинаковые я не вижу там разных хотя по цвету кожи немножко разные как раз и разные люди разные одни более белые другие более такие золотистые золотистые бронзовые с любой соседней все это уже люди это уже люди как не странно вселенная на 2 выше на 2 нитки выше чем зверек но там там я был йодой почти тут уже почти люди да да люди Хотя это рядом с фиолетовым это тоже люди все да тогда просто снимаются все просто Фото идет Тоже люди да Продолжение следует... Это сознание огромное, как из тысячи тех, которые жили там раньше. Как-то мутировало или как-то преобразилось. Вначале оно не было агрессивным, никаким оно не было. Оно было просто сознанием всех тех, которые, как, знаешь, капельки тела испарились после какого-то взрыва или после какой-то катастрофы. И они все там остались как вот полностью всё сознание одно. И мутировало оно за это время. Я хотел изжрать, потому что запасы подошли к концу. Я начал включать новых. А цифровка, но без цифровых технологий. То есть объединение. Единица. Зачем мы просто прыгнули туда? Нет, там как-то не так. Там мы именно вдвоём прыгнули. Там мы именно вдвоём, и это было осознанное решение. Мы потом, мы тогда понимали, зачем мы это вдвоём именно делаем. Мы уже относительно взрослые были, вот по 20. Да. Примерно так. 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 Продолжение следует... Люди туда добровольно уходили, это не жертвоприношение, что ли? Ну, типа, чтобы не стареть обеденение с целом. Да, какого-то периода, а потом уходили. Как вот там, может, дети или что? И... Только они не прыгали, они не разбивались, им нужно было, как такие, винтовая лестница, вниз-вниз-вниз, им нужно было живыми туда пойти, не мертвыми. Ну, а мы-то прыгнули. А мы почему-то прыгнули. Какая в этом разница? Люди туда шли живые, я вижу, как они погружаются, вот один. Это не было так, церемония, что много людей. Вот человек просто заходит, и этот туман его поглощает. Добровольно заходит человек, или под влиянием, не знаю, но его туман живого поглощается. Он как знал, что ему уходить нужно, и он шел туда, а мы прыгнули уже, чтобы мертвыми туда попасть. Это как сознание живого человека, как-то воздействовало на сознание живого человека, и человек добровольно туда погружался, а мы уже не на том уровне, чтобы на тело не влиял этот зов, а уже на уровне сознания. Чтобы согласия не было, чтобы мы были внутри него уже появились, мы без согласия. И потому мы вырвались сильнее, не захотев разделяться, оставив целостность и внутри себя, и другую, и вырвались. Далее другие вырвались. Казали. Вот что я перина разрывал. Думаю, что это григориальные слова. И проснулся еще, почувствовал, около 400 миров мертвых, оставшихся им. Теперь миров мертвых точно не будет. Я просил себя, сколько миров мертвых было вчера, сколько сегодня. 420 сегодня 5. Почему опять оставшихся сопротивляться? Нет. Он говорит, что там, в тех вселенных, по-другому течет время. У нас часто там секунда, или наоборот, у нас секунда там, когда я не понимаю разницы, в чем. Сюда еще время не дойдет. Инертное, он говорит, время. Хорошо. Да, хорошо. Добровольно. Я как бы добровольно. Да. Я как бы добровольно. Сравится цеп частью либо роя, но сейчас уже от роя ничего не осталось. Но это основа осталась. Обеднение всего. Становление частичкой чего-то большое. Это мега-сознание. Но в измененных формах. То есть я полностью переформирую. Обеднение за революции. Это мега-сознание еще целое. Говорит, разорвано. Ага. Пусть делает обладание, такое же, а может в teu теле, так много. Квантовая копия этого сознания, но в ограниченном масштабе, объеме и с функцией программиста. Да, это чистый разум, отказ от тела, отказ от всего. Люди переходят на уровень чистого разума, потому что все остальное это плохо. Это не гармонично, это нужно исправить, исправить код, программист. Да, он делает, Илья. Мы вырвались, разорвали, сейчас это просто нужно подтереть, поскольку мы уже на своем углу показали. Сейчас надо зачистить говно уприть и все. Илья уже трогаю, он не знает, нужно без него, ну пошли. Илья тоже часть меня, это уже наша магия, это уже не Квантова, не Хрис. Да. 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 почему-то на этой планете на каждой планете бывают какие-то катастрофы как разорвалось ядро и от этого она лопнула и они просто проекта они хотели его разрушить каким-то взрывом но что-то и был проект роя создать такой разум и люди начали сопротивляться тогдашний вариант варцинации всех в этот разум как и сейчас всех в этот разум всем изменить днк откалибровать чтобы все подчинялись через днк выправлять всеми все одна была эмоция изначально изначально те что там жили они не были очень эмоциональные неровные были на них на всех этот зуб это все действовал те которых я помню просто у нас были немного другие души и мы могли сопротивляться и чувствовать что-то другое не так как лекти ничего не чувствую хорошо что это мне осталось да не помню этот обрыве но это было осознанно это было правильное решение это даже страшно не было это да очень это да сделай подробности да сделали пусть туда посылает этот разум Кошечку туда, фенков, вытаскивает душу. Амфоры. Подухолку. Так странно, Илья, я вижу, как вроде души, которые там есть, они расколотся пополам. Люди отказались от всего, им не нужно идти на перерождение, ни на что. Чуть осталась там, которая вот не нужна в записи о перерождении, ходила у нас, и всё во мне, и расколот, и, ну, соединяется. Сетки туда. Чтобы как эгрегориальный слой расколоть. Что у нас ещё пригодится? Отличненько. Самолётик надо найти, если он ещё где-то жив. И туда. Ему там как раз вот так боком летать будет удобно. Как раз уничтожающийся квантовое сознание. Волной подавить и создать радиопомех. Отличное. Отличное. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...